ребята всем привет я наверное за сегодня уже вам надоел порядком вот так заканчивается 21 января 21 года 21 века непростой сложный эмоциональный день последний месяц я мои коллеги правозащитники адвокаты родственники заключенных сами заключенные в иркутской области сделали очень очень многое на самом деле очень много для того чтобы вот эта систематическая коррупция и пытки в учреждениях иркутского гусин были разоблачены в конце прошлого года после наших публикаций было возбуждено уголовное дело в отношении недобросовестных сотрудников следственного изолятора номер один иркутского гусин сегодня 21 января 21 года было возбуждено еще два уголовных дела по факту изнасилования заключенного 31 летнего молодого мужчины которого пытали истязали и подвергли каким-то нечеловеческим истязанием мукам и изнасилованию в ик-6 в колонии где находится областная региональная тюремная больница еще одно уголовное дело возбуждено по факту халатности в отношении недобросовестных сотрудников администрации в колонии номер 6 уже четыре уголовных дела два по халатности сотрудников сизо и ик-6 два по факту жестоких изнасилований и в сизо номер один и в ик-6 все это говорит о том что и жалобы заключенных и письма родственников и наше заявление это не какой-то там бред сивой кобылы а это вполне обоснованная очень важная информация на которую официальные лица наделенные властью в иркутской области не реагировали и ничего не делали для того чтобы пресечь это спрашивается почему по идее по идее по закону есть начальник территориального органа начальник гусин по закону сейчас там с марта 2020 года леонид цыгалаков по закону этот руководитель управления гусин обязан был обеспечивать законность в следственных изоляторах и в колониях иркутского гусин он этого не делал более того те служебные проверки которые проводились его собственными его подчиненными под его контролем содержали фальшивую информацию и скрывали реальные обстоятельства совершения пыток изнасилований и истязаний в пресс-хатах следственного изолятора номер один иркутского гусин и в других учреждениях гусин результаты вот эти вот подложные служебные проверки иркутского гусин сейчас выездом сотрудников центрального аппарата син россии отменены более того московская проверка обнаружила фактически потерпевшую жертву пыток тут же направили материалы следственный комитет который в этот же день сегодня уже к вечеру возбудил уголовные дела уже четыре уголовных дела мы понимаем что это не предел что потерпевших намного больше мы знаем 100 протестовавших в языка 15 вывозили на ломку в следственный изолятор номер один в пресс-хаты и там начиная с апреля 2020 года на протяжении практически 7-8 месяцев подвергали жесточайшим пыткам и все это скрывалось кижика андара заключенного из ик-15 вывезли сезон номер один столько избивали раздевали до гола связывали подвешивали вниз головой насиловали кипятили с ним произошли вообще какие-то немыслимые пытки моего мужества меня поражает он не побоялся он дал показания уже возбуждены уголовные дела но мы знаем что так мучили и пытали не только одного кижика и не только вот этого 31-летнего молодого человека так поступали со многими кого языка 15 доставляли в сезон номер один и в сезон номер шесть то же самое повторялось получается мы были правы а начальник гусин который должен был обеспечивать законность в его учреждениях этого не делал давайте посмотрим а почему он это не делал кто такой леонид сагалаков кто это вообще такой он курировал оперативное управление усин плохо кассе и конкретно пыточную и пк т и к 33 где убивали заключенных пытали били насиловали потом когда мы добились возбуждения уголовных дел в том числе по факту жесточайших пыток сергея буйницкого которому четверо сотрудников и пк т-33 отбили внутренние органы сагалаков спрятали перевели в брянск начальнику мусин там его садистские наклонности получили свою реализацию как минимум двое заключенных было убито в к 6 9 декабря 2020 года его подчиненному начальнику и к 6 лёвину предъявлено обвинение по части 3 293 халатность которая повлекла смерть двух заключенных по идее то человек вообще не должны были пропускать на повышение но я знаю что генералы рудой бояринев гнедов наоборот сагалаков поддержали вместо того чтобы уволить его после этих садистских преступлений в брянске и в хакасии его перевели в иркутск пожалуйста получили акцию протеста бунт зону спалили и пресс-хаты порванные задницы пытки 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 давайте не будем молчать давайте все вместе с вами объединимся против пыток и коррупции в системе исполнения наказания от каждого из нас зависит очень очень многое да сложно да иногда руки опускаются да полно различных провокаторов со всех сторон давайте действовать вместе сообща ничего не бойтесь давайте объединяться давайте аккумулировать здесь на нашем канале гулагу нет в youtube на нашем сайте гулагу нет информацию о конкретных фактах пыток о нарушениях по каждому случаю писать заявление руководству все меню европейский комитет по предотвращению пыток стразбург выносить это на суд европу привлекать международную общественность журналистов сми но давайте вместе вот в двадцать первом году 21 века под напряжемся вместе и сделаем все возможное чтобы эти пытки остались в позорном прошлом и в будущем подобное ни в одном учреждении син никогда не повторялось поддержите меня наш проект наш канал я понимаю что темы которые я озвучиваю не могут нравиться это ужас что о чем я говорю мне самому это не сильно нравится но это важно жмите лайк потому что это помогает в продвижении видео подписывайтесь на наш канал и распространяйте ссылки на наши видео в социальных сетях давайте объединяться продолжаем гулагу нет